Создание экземпляра класса-наследника всегда включает в себя инициализацию базового класса, то есть вызов его конструктора. Когда у базового класса есть конструктор без параметров, то компилятор автоматически поставит его вызов в начало тела конструктора класса-наследника. Программисту можно это явно не писать. Однако в тех случаях, когда нужен вызов конструктора с параметрами, его придется сделать явно, так как компилятор не в состоянии сам сообразить, что именно нужно передавать в качестве параметров. Вызов конструктора суперкласса делается при помощи ключевого слова супер, и он обязан идти перед любым другим кодом, размещенным в конструкторе. Есть также возможность вызвать реализацию метода из базового класса, несмотря на наличие переопределенной версии метода в текущем классе. Для этого тоже используется ключевое слово супер. Если бы в данном примере мы его убрали, то случилась бы бесконечная рекурсия, поскольку метод append вызывал бы сам себя. Использование ключевого слова супер разрешено только в теле класса-наследника. Его внешние пользователи уже не могут управлять тем, какую версию метода вызывать. Базовую из родительского класса или переопределенную. Всегда будет вызываться переопределенная версия из класса-наследника. Субтитры создавал DimaTorzok